Здравствуйте! Это программа «Специальное интервью» в студии Василиса Ивашкина. У нас в гостях член общественной палаты Звенигорода, учредитель Центра поддержки семьи, материнства и детства «Всем добра» и многодетная мама Алена Бабакина. Здравствуйте, Алена! Здравствуйте! Очень приятно вас приветствуем в студии. В первую очередь хотелось бы спросить у вас, поделитесь секретом, как вы все успеваете? Василиса, наверное, не случайно это интервью у нас произошло с вами, потому что вам, как многодетной маме, известно, как мы все успеваем. Конечно же, с рождением каждого ребенка каждая многодетная мама становится более эффективной. Если с одним ребенком не успевал ничего, со вторым уже как-то приспосабливался, то с третьим, четвертым успеваешь не только заниматься семьей и детьми, но еще хватает времени заниматься общественной деятельностью. А когда настала та точка, что вы поняли, все, теперь я принадлежу не только своей семье и детям, а могу заниматься общественной жизнью? Вы помните этот момент? Что произошло? Вы знаете, я считаю, что в общественную жизнь, деятельность все приходят через личную историю. Конечно же, после рождения четвертого ребенка я поняла, что бюджет одного человека существенно снизился. И, соответственно, если с первым ребенком ты покупал только новые вещи, то тут ты сталкиваешься с таким моментом, что рад уже взять у подруги, у друзей что-то. И первая идея была создание организации «Многодетная семьи Звенигород» для взаимопомощи прежде всего. Это помогать вещами, советом, продуктами, помощью юридической. Таким образом, в 2015 году была создана организация «Многодетная семьи Звенигорода». Это такой первый шаг был в общественной деятельности. Это как-то в социальных сетях? Как вы объявили об этом? Сколько сейчас, например, родителей в этой группе? Мы обратились в администрацию города о том, что мы хотим объединиться, просим предоставить помещение для создания организации. Оно было предоставлено в соцзащите, участвовали представители администрации, соцзащиты, многодетные семьи, которые пришли к этому решению. Был создан устав, положение, и мы создали организацию. На сегодняшний день в ней находятся более 500 многодетных семей. Она охватывает не только Звенигород, но и в ближайшие окрестности. На сегодняшний день ее возглавляет Цяпина Наталья, многодетная мама четверых детей. А мы пошли дальше. Пошли дальше. Вот я еще вас представила как учредитель центра «Поддержка всем добра». Кому вы дарите добро и каким образом? Вы знаете, идея создания этого центра, это такая совсем непростая история оказалась для меня. После создания организации многодетной семьи Звенигорода, я узнала, что я беременна пятым ребенком. Это, конечно, такое было неожиданное с одной стороны событие. Ну, как каждый ребенок. Ну, закончилась эта история очень печальная, потеря ребенка в 20 недель. И тогда, наверное, произошла переоценка ценностей, ну, просто кардинально. То есть все, что казалось мне таким важным, стало, ну, совсем неважным. И я поняла, что не хватает, вот, что помогать. Это не та помощь. Не хватает какой-то психологической поддержки. Я поняла, что необходимо создать центр поддержки семьи, материнства и детства. Меня в этом поддержали соучредители Елена Ташматова и Наталья Шмелева. Я хотела назвать этот центр «Жить», потому что в тот момент мне очень хотелось этих слов «Жить». Ну, они сказали, что, ну, в жизни разное бывает, такие уроки у нас. И пусть это будет всем добра, пусть этот центр как раз-таки дарит всем добра. Ну, таким образом, в 2017 году был официально зарегистрирован Центр поддержки семьи, материнства и детства «Всем добра». На сегодняшний день он работает по нескольким направлениям. Это Елена Ташматова у нас курирует детей-инвалидов и объединяет, и входит в состав Ассоциации детей-инвалидов Московской области. Наталья Шмелева у нас курирует волонтеров Звенигорода, все концертные программы, праздничные мероприятия. Я больше занимаюсь законотворчеством, обращениями и так далее. Например, что из последнего? Из последнего такое самое приятное, это то, что я обратилась к главе Одинцовского округа с просьбой к медали «Материнская слава» утвердить единовременное денежное поощрение. И за последние полгода Андрей Робертович всегда шел на уступки и рассмотрел эту возможность. И впервые за 19 лет, потому что с 2000 года она предоставляется, эта медаль, впервые была выплачена материальная поддержка. Также Андрей Робертович сказал, что с каждым годом она будет индексироваться. И самое приятное, что ее получила не только я, но и 18 многодетных семей округа. Скажите, а в какой сумме? Не секрет? На сегодняшний день эта сумма – 10 тысяч рублей. Мы обращались с просьбой 50 тысяч, но так как бюджет, это не входило в бюджет 2019 года, было принято решение о 10 тысяч. Мы надеемся, что с каждым годом сумма будет... Ну, это тоже еще один плюс, чтобы стать многодетными и повысить рождаемость у нас в округе. Кстати, об округе Звенигород теперь, в Одинцовском городском округе. Я знаю, что все равно мамочки из Венигорода беспокоились, чтобы вас не обделили вниманием, когда будет соединено все. Но все-таки свершилось. Я смотрю, вы занимаете определенную ступень у нас в обществе. А вы сотрудничаете с мамочками, с супермамочками из Одинцова, из Одинцовского округа? Ну, конечно, мы более пяти лет уже знакомы с сотрудничаем, потому что независимо от территориального местоположения, мы всегда встречались, общались, ну и всегда работали вместе. Как раз-таки вот тут вот я хотела бы отметить, в общественных организациях почему-то есть какая-то тенденция вечной какой-то конкуренции. Мы почему-то всегда хотим... Каждый хочет оказать больше помощи. И это, конечно, мотивация очень хорошая, потому что каждый хочет успеть помочь. И с супермамочками, и с Оксаной мы общаемся с ее мамой, и дружим. И когда мы соединились, Оксана сказала, ну вот теперь наконец-таки вместе. Конечно, было очень много опасений объединения. Это прежде всего и единая очередь на земельные участки, и на квартиры, и питание в школах, ну и так далее. Но, слава богу, вот как раз-таки в октябре этого года одно опасение, конечно, порадовало. Вернее, оно не оправдалось, и нас порадовало. Это 13 многодетных семей Звенигорода получили земельные участки на территории округа. Это Кубинка, Покровская, Завязово. И эти земельные участки для индивидуального жилищного строительства. На самом деле это очень важно для многодетных семей, которые скоро смогут поставить себе жилье. Конечно. Как вы относитесь, вот, например, сейчас законопроект о том, что материнский капитал, возможно, теперь можно будет потратить на строительство дачи? Такой законопроект. Как вы считаете, это плюс очередной? Ну, в многодетной семье любое, на что можно было хоть на что-то расходовать, для нас это не проблема, что сегодня его можно расходовать на обучение детей. Потому что в многодетной семье обучить, дать ребенку высшее образование, это дорогого стоит. Потому что многодетную семью даже вывести на отдых обходится в существенную копеечку. Поэтому любые возможности материнского капитала для многодетной семьи только расширяет. И построить дачу, купить отечественный автомобиль, все это дает возможность и многодетной семье жить лучше. Потому что сегодня, наконец-таки, мы ушли от мнения, что многодетная семья какая-то неблагополучная. Потому что вот этот отпечаток еще с Советского Союза, что вот если ты многодетная, значит, что-то не так. То есть сегодня уже многодетные семьи, мне кажется, они настолько сплотились друг к другу, помогают, что на любой призыв о помощи тут же все подключаются. Отрадно это очень. Как попасть к вам в сообщество? Я знаю, что вы активно ведете, например, в соцсети. То есть это только многодетные к вам могут попасть? Нет, нет. Мы открытые в социальных сетях. Также хочу отметить, что Андрей Робертович выделил нам в сентябре этого года помещение. Помещение в настоящий момент, там готовятся ремонтные работы. Далее там опять, благодаря Андрею Робертовичу, благодаря субсидии, предоставленным в размере 100 тысяч, там будет закуплено интерактивный стол для детей-инвалидов, которым они будут приходить и заниматься. Есть контакты везде наши, и в администрации, и в соцзащите. Если какая-то сложная ситуация, соцзащита прям отправляет к нам. Если дети-инвалиды, тут же отправляются к Елене Ташматовой, включается семья в чат, дальше курируются. Ну и все погорельцы, наверное, города, если что-то случается, не дай бог у кого, тут же звонят мне с просьбой о помощи. И таких у нас уже примерно три. Это в 2017 году многодетной семье, благодаря социальным сетям, помощи общественности, публикациям, личному участию построен дом многодетной семьи. Это многодетная семья, шесть детей, это на благотворительном марафоне. Всем добра, мы обратились застройщику, стройпромавтоматика Александру Голицыну, он подарил квартиру семье. Это воспитательница моего детского сада, которая сейчас получила, купила новую квартиру. Благодаря нашему обращению стройпромавтоматика сделала существенную скидку. И люди собрали один день благотворительного труда, купили квартиру. То есть тут трудно ограничивать нашу деятельность многодетными или инвалидами. Тут вот где беда, туда бежим. Там и вы. Откуда все-таки силы черпаете? Это же ведь каждую проблему, это не просто помог, это же ведь пронес ее через себя. Вот основная проблема этой общественной деятельности, это вот это все прожить. Вот для меня, допустим, каждый пожар, он даже сейчас, вот со слезами, потому что ты заходишь в эти стены, и ты понимаешь, что им реально негде жить. И ты понимаешь, что где они будут ночевать. И когда я стучу во все двери администрации, инстанции, я просто им объясняю, ну куда они пойдут. Вы поймите, что сейчас такая практикуется практика, что помогают, вот один раз помогли и забыли. Нет, это не про нас. Мы идем до конца. То есть оказали помощь, собрали вещи, нашли временное жилье. Но нет, пока что мы не купим квартиру, или пока что мы не найдем новое жилье, эта история не закончится. Так же было с Марией. 10 марта был пожар, и в августе она была в новой квартире. И это как раз-таки история, доводить свое дело до конца. И всегда хочется прекратить заниматься общественной деятельностью, потому что вот каждую историю ты проживаешь. И ты даже не можешь спать, потому что у тебя внутри такое неспокойствие за семью, за детей, что дальше будет. Единственное, я всегда говорю, как в известной притче, что в кабинете благодарностей нету народа. Нету очереди. Муж вас поддерживает в вашей общественной жизни? Ну, конечно же, ему не остается ничего другого. Если же она сказала, да. Ну, конечно же, муж страдает, потому что ему хочется, чтобы мама всегда была дома, с детьми, чтобы в выходные мы куда-то поехали, а мама то на конференции, то на семинары. Он говорит, когда же это уже закончится. Но при этом сам, как только беда. Сам тоже берет. Садится, едем, едем помогать. Ну, еще хорошо, что у вас, если проходят какие-то мероприятия, то, скорее всего, у вас получается брать с собой семью, да, если что-то это праздничное. То, что я вас часто встречаю на съемках с семьей. Это тоже один из секретов. Вот так скомбинировать свою общественную жизнь, да, помощь другим и в то же самое время проводить время с семьей. Ну, знаете, наверное, уже норма жизни везде быть с детьми. То есть, они, конечно, может быть, и хотели бы остаться дома, но мы идем сажать лес. Они сначала вроде бы не хотят, хотят отдохнуть в выходной, но потом увлекаются это все и уже говорят, когда мы пойдем сажать. Можно сказать, своим примером вы показываете, да, как правильно надо жить. Ну, прежде всего, я им показываю, что, например, микроорганизм восточный благодаря нам можно озеленить. И вы к этому причастны будете. И лет через 10 вы увидите свое дерево, которое вы посадили. Они как-то сейчас, наверное, не очень это воспринимают, но не так доходчиво, как хотелось бы. Но потом они начинают взрослеть и начинают видеть это дерево. И начинают видеть свои результаты. И мне кажется, что это будет одним таким из примером жизни, который им обязательно пригодится. Алена, о планах на будущее я хотела бы спросить. Личных и общественных? Планов всегда у нас нету. Мне кажется, нас ведет Господь, и Он выводит нас туда, где мы нужны, наверное. Ну, конечно, мы подали заявление войти в общественную палату Одинцовского городского округа. Потому что наше неравнодушие, наше умение работать и внимание и к благоустройству территорий, и к патриотическому воспитанию. И новое направление у нас развития туристического звенегорода. Все это мы можем сделать. Надеемся, что мы войдем в общественную палату Одинцовского округа и будем там полезными. Ну, а так у нас появилось помещение. Это новые возможности дают. Прежде всего, заниматься с детьми инвалидами. Потому что не у всех есть возможность посещать школы, детские сады. Также там будет организован пункт сбора вещей и оказания благотворительной и вещевой помощи. Ну, планов много. Проведение сейчас рождественской ярмарки благотворительной в Звенигороде. Мы хотим это сделать. Надеемся, что у нас получится. Вообще мы загораемся идеей. И так как нас трое, мы распределяем полномочия и с легкостью это реализуем. В общественной деятельности очень важно уметь поделиться. Делегировать. Делегировать. Это прям такое золотое правило. Не бояться дать человеку возможность быть причастным. И вот как раз таки у нас даже не обсуждаются. Распределяем мы и двигаемся дальше. Никто ни у кого ничего не отнимает. Потому что людей, которым необходима помощь, предостаточно. И сколько бы ни было общественных организаций на территории округа, все они будут полезными и нуждам каждой семье. Спасибо вам большое за беседу. Это была программа «Специальное интервью». До встречи.